Субтитры создавал DimaTorzok Должить, что больной 59 лет поступил к нам в стационар и при обследовании предъявлял жалобы на неоформленный стул до 10 раз в сутки, прожилки крови в 4 порциях стула, температура тела до 38 градусов, отмечались боли в нижних отделах живота после акта дефекации. И пациент отмечал потерю веса на 8 килограмм за последний месяц перед госпитализацией, а также общую слабость и боли в левой нижней конечности, ее отечность. Из анамнеза известно, что еще в декабре 2020 года перенес тяжелую коронавирусную инфекцию, с марта 2021 года стал отмечать неоформленный стул до 4 раз в сутки, с сентября 2021 года появился субфибрилитет и стул четко до 5 раз в день, что явилось поводом для стационарного обследования по месту жительства. При гастроскопии диагностированный аэрозийный гастрит, при колоноскопии тотальный аэрозийный колит был диагностирован язвенный колит и лечение назначен был мисолазин. В октябре 2021 года у пациента развился флеботормоз общей наружной подвздошных вен, общей поверхностной глубокобедренной вен, подколенной вены, левой нижней конечности, что послужило поводом для его стационарного лечения в отделении сосудистой хирургии, где от оперативного лечения было воздержано, была назначена консервативная терапия. Но у пациента то ли на фоне антиконгулянтов, то ли еще по какой-то причине появилась кровь в неоформленном стуле, в связи с чем пациент был переведен в гастронатологическое отделение. При оценке состояния в отделении гастронатологии и гипотологии, объективно состояние расценивалось как средняя степень тяжести, у пациента был субфеморитет, повышенная частота осечных сокращений, суховатый язык и живот мягкий, умеренно болезненный в подвздошных областях. При лабораторном исследовании в анализах крови отмечался ликоцитоз, значит, со сдвигом формулы влево отмечался тромбоцитоз. В общем-то, при относительном спокойном биохимическом анализе крови циреактивный белок был до 8 норм. Клостридиум дефисили, токсины А и Б были отрицательны. При инструментальных методах исследований при гастроскопии был выявлен признак гастрит, при узи брюшной полости диффузные изменения поджелудочной железы, на КТ органов грудной клетки инфильтративных изменений в легких не было выявлено, при компьютерной демографии органов брюшной полости диагностировано утолщение стенки толстой кишки в левых отделах. Пациенту была выполнена сигмоскопия без подготовки, была диагностирована выраженная гиперемия, отсутствие сосудистого рисунка, умеренная контактная ранимость, единичная эрозия. В динамике пациент был обследован по рекомендации сосудистых хирургов, и была выявлена положительная динамика реконализации флеботромбоза. Был осмотрен также полупрактологом эндоскопическая картина проктита второй степени активности. Таким образом, на основании данных лабораторно-инструментального обследования пациенту был установлен диагноз язвенный колит, тотальное и острое течение, средне-тяжелая атака, индекс МИО 8 баллов. Сопутствующие заболевания это флеботромбоз, общий наружный и подвздошный вен, общая поверхность глубоких бедных вен, подколенные вены, левой нижней конечности. Было назначено лечение преднизолон, внутрь 1 мг на кг в течение 7 дней, с последующим снижением дозы. Месолазин, микрогранул 4 г внутрь и 4 г микроклизма хоректально. Метраниндозол по 500 мг 3 раза в день, Рабипрозол 20 мг утром, Энтеросгель по одному пакетику 3 раза в день, Эниксум, поддерживающий дозу 0,4 мл подкожной, и амитрептилин для снижения тревоги, четвертушку на ночь для улучшения сна. Для чего назначали сорбенты? Нами проводилось в 2022 году исследование о применении различных сорбентов у пациентов с неинфекционной диареей. Так вот, при воспалительных забиваниях кишечника мы также применяли сорбенты, на наш взгляд, энтеросгель. Это лекарственное средство комплексного действия с цитопротективным, сорбент-детоксикацированным и бактериостатическим действием. Имеют универсальный механизм детоксикации и использование сорбента энтеросгеля при лечении пациентов с ВЗК не оказало влияния на длительность пребывания в стационаре, но улучшило качество жизни пациентов с выраженной диареей. Они ощущали менее дискомфорт и, в общем-то, лучше переносили походы в туалетную комнату. Тем не менее, несмотря на проводимое лечение, после первой недели назначенной схемой лечения была положительная динамика в виде купирования гематохизии, урежения стула и нормализации температуры тела. А вот со второй недели лечения у пациента появился водяной стул до 10 раз в сутки, тошнота, выраженные боли в эпигастере, межлопаточные боли, повышение диастаза мочи до 3000 единиц, верхняя граница по нашим данным 490. При магнитализации томографии брюшной полости выявлены были инфильтративные изменения в области хвоста поджелудочной железы, при компьютерной томографии, инфильтративное образование хвоста поджелудочной железы, слив адренопатии и картины тотального энтерита и колита. Нами была заподозрена непереносимость лекарственного препарата месолазина. Он был отменен, подразумевалась опухоль поджелудочной железы, даже планировалась биопсия, но после отмены месолазина у нас произошло купирование болевого синдрома, однако сохранялся частый водянистый стул, при УЗИ-контроле нормализовались размеры поджелудочной железы. В динамике нам необходимо было исключить специфическую инфекцию, поэтому пациенту был выполнен квантифероновый тест, он оказался отрицательным. были исключены ПЦР-диагностикой герсиния энтероколитика и герсиния птенотуберкулезис. При дуоденоскопии признаки слабо выраженного воспаления была взята биопсия, гистологические складки неумерно утолщены, местами укорочены, деформированы, отмечалась массивная лимфоцитарная воспалительная инфильтрация с примечью единичных сегментоядерных лейкоцитов. Также была выполнена сигмоскопия, картина катарального сигмоэдита, гистологически массивная лимфоцитарная воспалительная инфильтрация. И, учитывая, в общем-то, такое агрессивное течение заболевания, мы у пациента взяли на всякий случай биопсию слизистый иноцитомегаловирус. Методом полимеральной цепной реакции был обнаружен в диагностическом титре, и у пациента в результате была пересмотрена концепция диагноза. Основное комбинированное заболевание язвенный колит, и добавилась цитомегаловирусная инфекция. Осложнениями явился мислозинодуцированный панкреатит, ну а сопутствующие заболевания, все тот же самый флеботромбоз, который у пациента диагностировался еще с июля месяца. Цитомегаловирусная инфекция – это антропонозная инфекция, характеризующаяся многообразием проявления от бессимптомного течения до тяжелых генерализованных форм с поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Клинически выраженная цитомегаловирусная инфекция – достаточно серьезная проблема у лиц, получающих умную супрессию, в частности у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, находящихся на терапии кортикостероидами и другими препаратами, подавляющий иммунитет. Сам вирус представляет семейство герпес-вириды, подсемейство бета-герпес-вириды, обладает невысокой цитопатогенностью в культуре клеток, медленной репликацией, низкой вирулентностью и слабой чувствительностью к действию интерферона. Существует несколько путей инфицирования. И, в общем-то, первое инфицирование происходит в детском возрасте, второй пик возникает с 15 до 30 лет. На данном слайде показаны пути проникновения данной инфекции. Патогенез достаточно сложный, но хорошо изученный. При попадании цитомегаловируса через ворота в организм происходит кратковременная виремия. Моноциты, лимфоциты переносят вирус к различным органам и системам. Вирус тропен к капиталиальным клеткам. Цитомегаловирусная инфекция в капиллярах приводит к разрушению зараженных эпителиальных клеток, их случиванию и образованию микротромбов, что, в общем-то, является основным звеном патогенеза. Происходит постепенное продуктивное поражение всех слоев сосудистой стенки, приводящее к слеротическим изменениям, стенозу и облитерации сосудов с последующей клинической картиной в зависимости от органов или систем. Клиника цитомегаловирусной инфекции чаще носит бессимптомный характер. У 5% мононуклеозоподобный синдром. Цитомегаловирусные гепатиты характеризуются легким течением и редким развитием желтухи. При поражении желчных протоков цитомегаловирусом может возникать клиническая картина, напоминающая первичный склеродирующий холонгит. Цитомегаловирусный панкреатит обычно протекает бессимптомно с изолированной гиперамилазмией. Поражение кровотворной системы характеризуется панцитопенией различной степени выразности. Лейкопенией довольно часто встречается при цитомегаловирусной инфекции, что мы и наблюдали в нашем случае. Язвенные дефекты пищеварительного тракта развиваются вплоть до эрозийно-язвенных дефектов, начиная с пищевода, также поражаются и тонкая толстая кишка, так называемые цитомегаловирусные колиты, энтероколиты. У больных с язвенным колитом цитомегаловирусная инфекция ассоциируется с тяжелым течением заболеваний и гормональной резистентностью. Суперинфекция цитомегаловируса усугубляет воспаление кишечника, особенно у иммунокомпрометированных лиц. Цитомегаловирус тропен к активно пролиферующим тканям желудочечного тракта, поэтому у пациентов с ВЗК повышен рифт цитомегаловирусных колитов. Отечественные исследователи на базе нескольких научных лечебных заведений это институт эколопрактологии имени Рыжих, это институт Гамалея, Ивановского провели на 67 пациентах с язвенным колитом исследование сопутствующей патологии цитомегаловирусной инфекции. И оказалось, что цитомегаловирусная инфекция при тяжелых и средних атаках язвенного колита встречалась в 42% случаев. Цитомегаловирусные инфекции у мужчин с язвенным колитом развиваются достоверно чаще, в 50% против 26% у женщин. И на развитие цитомегаловирусной инфекции у пациентов с язвенным колитом влияет не только длительная иммуносупрессивная терапия, но и острая форма язвенного колита. Также было выявлено, что у пациентов с язвенным колитом и цитомегаловирусной инфекцией повышена вероятность колоктомии по сравнению с пациентами без цитомегаловирусной инфекции. При проведении специфической противовирусной терапии пациентам с цитомегаловирусной инфекцией ассоциированная атака язвенного колита частота колоктомии снижается и достоверно не отличается от группы пациентов без цитомегаловирусной инфекции. Говоря о диагностике, необходимо еще раз отметить, что клиника совершенно разнообразна, стерта или от каких-то ярких клинических проявлений, но недостаточно клинических данных для постановки диагноза цитомегаловирусной инфекции. Для этого существуют лабораторные методики. Здесь они перечислены. Это и обнаружение в материале специфичных гигантских клеток цитомегалов на фоне лимфогистиоцитарной инфильтрации при гистологическом исследовании. Но необходимо напомнить, что эти клетки появляются не раньше, чем через две недели от начала заболевания. Для более точной диагностики существуют вирусологические и серологические методы, которые позволяют более точно определять и ставить диагноз. Ну и, конечно же, золотым стандартом на сегодняшний день является так называемая полимеразная цепная реакция или молекулярно-генетический метод определения ДНК цитомегаловируса в биологических жидкостях и тканях пациентов. В первую очередь, в биоптатах слизистой тонкой кишки. Согласно отечественным рекомендациям и рекомендациям европейских ученых, пациентам с ВЗК рекомендуется проведение скрининга на цитомегаловирусную инфекцию при тяжелых атаках заболевания и при средне-тяжелых атаках, например, в Российской Федерации обязательно, а также гормональной резистентности, резистентности к биологической терапии, потере эффекта от проводимой поддерживающей терапии. Современные принципы лечения цитомегаловирусной инфекцией включают обязательное использование после установленного диагноза применения аналогов нуклеотидов, это ганцикловир в стандартной дозе и валганцикловир. Профилактика рецидивов, поддерживающий курс валганцикловиром, 900 мг 2 раза в сутки в течение месяца. Существуют гипериммунные препараты, содержащие антитилакцитомегаловирусу, но в нашей стране они пока еще не зарегистрированы. Это, в общем-то, препарат не ацитотекс. И антивирусная терапия должна быть безотлагательна у пациентов с тяжелыми стероид-резистентными воспалитыми забываниями кишечника, ассоциированными с цитомегаловирусной инфекцией. Специфической профилактики цитомегаловирусной инфекции у больных с воспалитыми забываниями кишечников на сегодня не существует. Возвращаясь к нашему пациенту, необходимо отметить, что после данной диагностики мы провели коррекцию лечения. Пациенту был продолжен прием метипреда со ступенчатым снижением дозы на 4 мг в неделю стандартно. Был отменен месолазин, был назначен азотиаприн 2 мг на 1 кг. И пациенту рекомендовано противовирусное лечение ганцикловиром 5 мг на 1 кг 2 раза в сутки с переходом на валганцикловир в течение 21 дня. Был назначен энтерол, 250 мг по 2 капсулы 2 раза в день, энниксум, как поддерживающая терапия флеботромбоза. И пациент был выписан на амбулаторное лечение по настоятельной просьбе. Ну, имел свои характеристики, особенности, устал от стационаров, устал от врачей, устал от болезни. Поэтому был выписан по настоятельной просьбе домой. Все не закончилось. Через 2,5 недели пациент обратился к нам уже самостоятельно. При поступлении предъявил жалобу на выраженную общую слабость, повышение температуры дофибрильных цифр со знобом, неоформенный стул до 7 раз в день без примеси крови, боли в воздушных областях перед актом дефекации, учащенное сердцебиение. Из анамнеза понятно, что принимал азотиаприн 2 недели, а вот прием противовирусного препарата Ганцик-Павиль так еще и не начинал. Объективное состояние расценивалось как тяжелое, фибрильная температура до 39 градусов, частота сече сокращений до 120 ударов в минуту, гипотония, язык влажный, живот болезненный, в воздушных областях. В анализах отмечалась лейкопения, агронулоцитоз, ускоренное соя, диагностирован постсидотоксический агронулоцитоз на фоне приема азотиаприна, была назначена коррекция терапии филгростим для стимуляции лейкопоеза, увеличение дозы метеопреда до 32 мг в сутки, метронидозол и ганциклавир внутривенно. На фоне лечения нормализовались показатели крови, пациенту было рекомендовано настоятельное назначение биологической терапии, от которой он в то время категорически отказался и был выписан с рекомендациями начала биологической терапии в течение месяца. Пациент не через месяц, а через два к нам вновь поступает. После завершения курса ганциклавира при поступлении предъявляет жалобы на частые ноющие боли в правой подвздошной области без связи с актом дефекации, периодически схваткообразные боли в левой подвздошной области перед стулом. Стул до трех раз в сутки не оформлен, но без примеси крови. И отмечает продолжение снижения веса до 13 кг за весь период болезни. В анализах крови ускоренное соя, значит, на нижней границе нормы альбумин, сывороточное железо и повышенное цирреактивное белок, амфикальный кальпротекин повышенный. При катебричной полости с контрастированием отмечалась инъецированность брежейки, утолщение стенки терминального отдела подвздошной кишки. При катентерографии неравномерное циркулярное утолщение стенки подвздошной кишки до 8 мм на протяжении 23 см. И в сегмовидной кишке равномерное циркулярное утолщение стенки до 6 мм на протяжении 5 см. Значит, при колоноскопии с осмотром подвздошной кишки слизистой терминального отдела подвздошной кишки гиперемирована, язва в элицикальной зоне под фибрином и в сегмовидной кишке слизистой гиперемирована Также выявлялись автозные язвы. Гистологически и в тонкой кишке ворсины укорочены, уплощены. Собственная пластинка слизистой оболочки с выраженной инфильтрацией из лимфоцитов и плазмоцитов с наличием в одном из фрагментов лимфоидного фолликула трансмуральной воспалительной инфильтрации. Анализ биоптата слизистой нацитомигаловирусной инфекцией методом ПЦР оказался отрицательным. Нами был пересмотр, окончательный диагноз. Было выставлено основное комбинированное заболевание болезнь кроны в форме или околита с поражением терминального отдела подвздошной кишки и сигмовидной кишки. Острое течение легкой атакы, индекс БЕСТа 207 баллов. Цитомигаловирусная инфекция противовирусной терапии ганциквавиром с вируслогическим ответом. Осложнение мислозиноиндуцированный панкреатит и постцидотоксический агронулоцитоз на фоне приема азотиаприна. Сопутывающие заболевания флеботромбоз и пациенту начатой терапии ведали зумабру с февраля 2022 года с выраженным клиническим эффектом. В заключении и по сей день чувствует пациент себя хорошо. В заключении хотелось бы остановиться на некоторых выводах. Клинически выраженная цитомигаловирусная инфекция – серьезная проблема у лиц с иммуносупрессией, в частности у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника, находящихся на терапии кортикостероидами и другими препаратами, подавляющими иммунитет. На развитие цитомигаловирусной инфекции у пациентов с ВЗК влияет не только длительная иммуносупрессивная терапия, но и острая форма воспалительных заболеваний кишечника. При соединении активной цитомигаловирусной инфекции с пациентом с воспалительным заболеванием кишечника – одна из причин гормональной резистентности и резистентности к терапии иммуносупрессорами и биологическими препаратами. Специфическая противовирусная терапия ганциклавиром и его производными является лечением, существенно улучшающим прогноз при цитомигаловирусных ассоциированных воспалительных заболеваний кишечника. Спасибо большое, Александр Игоревич. Ваш доклад вызвал бурные эмоции у коллег, так что у нас есть два вопроса. Первый вопрос касаемо и этого пациента. Насколько целесообразно выполнять колоноскопию у 25-30-летнего пациента с такой же историей, как у 59-летнего больного? Ну, коллеги, если у пациента есть показания для выполнения эндоскопических исследований, а какие могут быть противопоказания, вам необходимо глазом увидеть поражение слизистой. Мне кажется, на сегодняшний день лучшей диагностики не придумано, чем эндовидео констатация факта целостности или поражение слизистой различных отделов желудочного тракта. Единственное, пациент может воздержаться сам от этих исследований, но тогда задача доктора убедить его в этом, что необходимо. Пожалуйста, у нас сейчас есть различные возможности под седацией выполнить эти исследования, когда пациент просто уснет и проснется, когда вы уже сделаете все эти исследования. Мне кажется, это взаимодействие пациента с доктором, это искусство убедить. Врачевание это на самом деле искусство, и кто как им владеет, тот так и врачует. Знаете, есть у меня, например, супруга моего среднего брата, она заведует в городской больнице Санкт-Петербурга имени Рейхельсона, там детская больница известная, она заведует эндоскопическим отделением, и она делает эндоскопические исследования, там все, вот весь спектр, детишкам разных возрастов, начиная от грудничков по показаниям, да, заканчивая там 17-18-летними, а 30 лет, а какие трудности в 30 лет-то сделать полноскопию, если она необходима. Если просто какая-то диспансеризация, то, наверное, можно и воздержаться, а если есть показания, клиника, лабораторные анализы, жалобы, ну тогда, в общем-то, ваша задача наоборот уговорить его это сделать. Спасибо за ответ. И следующий вопрос. Флеботромбоз, почему он отнесен к осложнениям, не к осложнениям заболевания, основного воспалительного заболевания кишечника, а отнесен к сопутствующим заболеваниям? Спасибо большое. В самом начале нашего общения с этим пациентом, когда мы его забрали из отделения сосудистой хирургии, это, в общем-то, было, думаю, сразу фоновым заболеванием отнесли, хотя мы же тогда не знали, что это цитомегаловирусная инфекция. В общем-то, когда диагноз уже был поставлен, ну, честно сказать, мы советовались, как правильно написать диагноз со многими известными вам всем профессорами, ну, в общем-то, разницы никакой нет. Мы же его лечили, проводили поддерживающую процедуру, не лечебную, а поддерживающую, не 0,8 там два раза, а 0,4 миллиграмма того же самого Эниксума, и у нас благополучно произошла реканализация. Ну, представляете, вот такое было бедро в два раза больше, чем здоровое, и потихонечку-потихонечку все стало на круги своя. Вот, он устал, я уже говорил, что он хотел от нас сбежать постоянно, он устал одевать эти чулки, снимать чулки. Извините, вспоминал женщин каждый раз. Ну, в общем, для того, чтобы... Мы ему говорили, для того, чтобы стать красивым, надо одевать колготки. Ну, такое тоже было, поэтому он нас прислушивался. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.